Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дима Рубин. О самых интересных событиях из жизни русского зарубежья вы узнаете прямо сейчас, в этом выпуске. В Болгарии наградили участников акции «Тотальный диктант». Форум «Живая классика» открывает юбилейный сезон. В русском центре в Луганске прошло заседание философского общества. А теперь более подробно об этих и других новостях. По всей России и более чем в 80 странах мира уже начался прием заявок на регистрацию в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика». Он проходит уже в десятый раз, и новый юбилейный сезон обещает много приятных сюрпризов. За все время работы форума «Живая классика» показать свои таланты смогли более 10 миллионов российских школьников. Это самый масштабный в России конкурс по чтению прозы из любимых произведений. В честь открытия юбилейного сезона кураторы фонда «Живая классика» уже готовят множество нововведений и специальных проектов для молодых участников. Так, в октябре талантливые школьники из Севастополя и Крыма смогли побывать на особой творческой смене в лагере «Артек». Здесь в течение двух недель подростки принимали участие в мастер-классах от лучших специалистов в области актерского мастерства, техники речи и даже режиссуры. Такую насыщенную программу подготовили преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина. Мэтры сцены учили юных артистов искусству держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой. Я упала в лагерь, потому что участвовала в конкурсе «Живая классика». Мне нравятся сейчас произведения, и это такое произведение, я живу этим. В Артеке считала военные произведения, Бориса Васильева, в принципе, как не значился. Я люблю военные произведения, потому что они больше всего передают эмоции. Помнить надо эту тему, не забывать. Это очень важная тема, я считаю. И этот посыл передаю будущим поколениям, передаю, чтобы они помнили и не забывали помню, которую сделали наши героические прадеды. Помимо этого, в будущем году участники конкурса смогут попробовать себя и в роли журналистов. Как сообщает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, сейчас организаторы обдумывают создание собственного молодежного СМИ. Для того, чтобы попробовать свои силы в международном конкурсе, нужно пройти регистрацию на официальном сайте чтецов «Живой классики», создать анкету и выучить отрывок из любимого произведения русской литературы. Найти ответы на вечные философские вопросы и обсудить культурные и гуманитарные темы. Всем этим занимаются члены Монтеневского общества в Луганске. Оно существует уже 30 лет и представляет особый феномен культурной жизни города. Культурологи, литературоведы, а также все те, кому близки научные идеи, которые изучает философия, регулярно проводят встречи в Русском центре в Луганске. Здесь организуется заседание философского Монтеневского общества. Его название имеет отсылку к имени знаменитого французского скептика Мишеля Монтеня. В свое время он утверждал, что любая точка зрения может быть подвергнута критике. Этому постулату продолжают следовать и современные участники Монтеневского общества. Первоначально целью Монтеневского общества, конечно же, было распространение в той или иной форме философской культуры, прежде всего, критического мышления. Большинство людей мысли либо позитивно, что чаще всего встречается, то есть утверждающе, либо негативно, то есть от плохого, от того, что, собственно говоря, снижает их возможности. Мы предоставляем возможность двигаться по азимуту в любую сторону, хоть вправо, хоть влево, хоть в центр, хоть вниз, хоть вверх. Вот это многообразие как раз и есть изначальное зерно, когда люди встречаются за столом, представляя разные мировоззрения, разные уклады жизни. Они не единомышленники, они разномышленники. В Луганске оно зародилось еще в 1990 году. За период работы ученый совет успел представить множество тематических статей и диссертаций. Большая часть из них легли в основу сборников докладов философского общества. Специально к 30-летнему юбилею с момента основания этой культурной ячейки основатели и кураторы Монтеневского общества в Луганске подготовили презентацию нового сборника материалов. Он посвящен идеям, концепциям и философским системам, которые отражают интеллектуальную жизнь этого города. Философское Монтеневское общество было основано еще при Советском Союзе, и в этом году оно отмечает 30 лет. В честь 30-летия члены философского Монтеневского общества и издали этот сборник. Он состоит из трех частей. В первой части помещены философские, культурно-философские статьи о таком феномене луганской жизни, как философское Монтеневское общество. В самом деле, почему в течение 30 лет сообщество любомудро в людей, интересующихся философией, культурологией, социологией, гуманитарными науками, которые собираются каждую среду, обсуждая какой-нибудь вопрос, и не дают никаких сертификатов, не присваивают никаких знаний. И тем не менее, существует в Луганске уже в этом году. Особо важную миссию, которую ставят перед собой члены сообщества, это самоосмысление современных авторов, в особенности жителей Луганска. На заседаниях регулярно проходят обсуждения подобных статей, книг и презентаций. Такая практика помогает услышать и получить мнение профессионалов, а также найти правильный вектор для дальнейшей работы. Лучшие знатоки русского языка из Болгарии получили сертификаты за участие во всемирной акции «Тотальный диктант». В этот раз она впервые проходила на территории русского центра в городе Старозагора. В День народного единства в русском центре прошла торжественная церемония награждения «Тотальных отличников». Героями этого дня стали 20 грамотеев, больше половины из них написали диктант на «Твердую пятерку». Эта ежегодная образовательная акция направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. В этом году сотрудники русского центра в Старозагоре впервые смогли провести ее на собственной площадке. Жители города с большим интересом и желанием проверили уровень своей грамотности и владения русским языком. К тому же присоединиться к диктанту можно было и в режиме онлайн. Я слышала, что «Тотальные диктанты» пишут во многих странах. И мне всегда хотелось поучаствовать в этом диктанте. И, ну, я думала, пишут в Болгарии или не пишут, не знала даже. И меня пригласили на этот диктант. И я была, честно говоря, очень рада. Такой проект очень понравился жителям Болгарии. И многие пообещали вновь встретиться здесь уже на следующем «Тотальном диктанте», который состоится 10 апреля 2021 года. Наш следующий сюжет участвует в конкурсе «Корреспондент русского мира». Историю об освободителе Черкеска. Ветеране Великой Отечественной войны нам прислала Мадина Лайпанова. Давайте посмотрим этот репортаж. Домой всем хотелось. И расхотелось. Мы спустились в Чапаи. А я вспомнил, что там живет матерная сестра. Это было брата колхозный, те панец мои. Ну, я зашел туда, открывая, она пехоту кормит. А вам что надо? Я говорю, да, тетя Наташа не знает, что она как закротела. Это утром двинулись на Невинку, и там завязался жестокий бой. Матеря, узнавшие, что дети их под Невинкой воюют. И пешком, зимой пешком бежали туда, чтобы обнять сына, посмотреть его. А сыновья, ну, мы считаем, кому 18, кому еще нет 18. Вот в Краснодаре как раз мой друг, товарищ, сосед против, и погиб за взятие Краснодара. Я вот в 42-го по 50-й маршировал в армии 8 лет. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в которой продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.